здарова пацаны сегодня 24 число сегодня пасха прекрасный день ходите идет сегодня дождь но мы решили все равно выбраться в лес и снять видео которое нам рекомендует снять youtube youtube скоро закроет ему одно из последних наверное видео да ладно в принципе дело не в этом мы просто захотели в лес сходить со слайком и пожарить каких-то немыслимых шашлыков которых мы насмотрелись короче в ютубе там где-то фольгу там что-то обматывать вот мы сделали именно вот так и теперь ждем короче выхлоп от этой всей чепухни вот сейчас покажу вот это пацаны какой-то немыслимый шашлык там какой-то купили купили в магазине доброценно или как-то короче супер мелкие сцены какой-то кусок сала там салаба какой-то написано было офигенно какой-то шпик с чесноком вот порубили мы этот шпик с чесноком потом туда картошки нахренарили и лука поперчили посолили и вот теперь как бы пытаемся это обернули фольгой как нас там научил один тип ютюбер ютюбер знатный там все время по какой-то жрату там он рассказывает я думаю да хоть попробую как это вообще все происходит никогда так не делал всю дорогу картошку просто пек дрова мокрые у нас тут сегодня блин ну разожгли кстати это вот оля слайк букву z сделал там как спецоперация проходит вот сашлык шашлык но и вот как бы все равно разожгли костер без помощи розжига лесу такой пустой листвы никакой тут нету ну можно сказать после зимы не особо завтра как бы нормально так все что тут у нас еще есть у нас вот я вот так как у меня болит нога очень сильно когда я хожу по всякой неровной поверхности я ношу с собой стулу сажусь на стул и сижу потом когда нога устает тут кто-то гулеванил у нас гулеванил какой-то козел блин пер оставил какие-то красные перчатки то ли в крови то ли не пойми о чем короче непонятно что они тут в перчатках какие-то грабители в перчатках были сейф ломали сейф ломали вот здесь вот такой лес мы глубоко заходить не стали потому что там что-то ужасное тут какие-то сеточки висят сети не знаю от комаров сеточки вот такая большая сеть от комаров тут висит я не знаю правда что это такое наверное кто-то прятался от дождя тут кому-то даже дождь был сильно не помеха ходили в лес а так в лесу прикольно весенний лес он вообще прикольно тут он какие-то старые деревья есть но лес да о кого-то сожрали его кость какая он сок какой-то что за дерево непонятно блин высок какой-то текет ребят вы слышите как шипят наши шашлыки о этот боже божественный шип слав это что шипит классные золотистые шашлыки вот это за шипели это вам не просто так этого не это вот это шипят как там по-деревенски хорошо шипят шипят замечтательно замечтательно шипят ну вот ребята наши шашлыки в процессе настроение у нас бодрое да нога у меня пока что не не очень сильно болит но я тут особенно не хожу ожидать и так я хочу ожидать так что пока все хорошо не знаю сколько их вот надо жарить слава говорит они наверно уже превратились в голья я не согласен не думаю надо дать еще пропечься как там говорят напишите в комментариях сколько сколько минут вот это держать тут надо наказать мне вообще а то непонятно сейчас развернешь в этом сырое будет а поздно развернешь надо будет сильно зажариста как ты любишь так черная черная вещь углеродный болезнь организма углеродный не знаю как всегда продукты все из магнитов и магазина доброцены все ходите светофор 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 слава у нас да у нас короче какая какая-то фирма арендовала ангар один написал доброцены и короче два месяца он работал потом резко его свернули ну все говно выкупи вообще и все закрылись и уехали я думаю вот это люди деньги делают арендовал сарай загрузил продуктами как со склада расшуровал то за два месяца все бабу вот и братцы это каким-то вагоном уж они враги оттуда вот слава у славы версия грабят вагоны откуда их столько товаров наверное это из поезда москва пекин китайцы переправлять границы там братва налетает чуть-чуть пошинковала все эти вагоны по стране поехали или вообще просто прицепили богу лет подогнали так-то так просто не столько столько вот этих ушей я принес когда отдала вот этот кусок а он такой знаешь какой-то полукруглый такой и вмятый а мне супруга говорит это такая ухо я это ну нафиг ухо у свиней уши не круглые как у маленького слоненка ухо ухо маленького слоненка вот мы жарим вот здесь как уж на самом деле вкусно они с кб продаются там уши да и от пива написано такие вакуумные это уже просто безотходное производство началось раньше что-то я ушей не видывал только сих деревнях какой дурак тому что он ходит с ухом скоблит а как-то в одну деревню приятно они ходят там блэс такой с ножом ухо скоблит я такой на меня смотрю что ты делаешь вот такой жевачка это ухо как начал грызть ни хрена себе деревенская жвачка это ухо свинячее на хрена хрена хрящи вот эти масла челюсть если только развивать ухи это вещи подмарить и калут а еще хвосты хвосты продают хвосты тоже как кальмары как кальмары хвостики кальмаров а а этот покупал в магазине желтый волосатин полосать а покупая я не пью просто я знаю я люблю кб не продаю хитрю анчелу соленую ах да вот они нормальные нормально да но они дюж соленые дюж соленые дюж соленые хрешки мне там съешь этих анчелу с а потом вся пасть горит арахис на земляной орех это не орех вообще а что это? херня какая-то, я не знаю, как он к классу относится она синтетическая штука натуральная, но это не орех земляной орех, по-моему? нет это другое а у меня на даче в земле растут ну они в земле растут, но это не орех, он не видит это какой-то корень, типа имбиря как картошка нет, тоже орех это корнеплод это корнеплод когда выдернешь какой-нибудь, а там вот такие вся облепка а ты еще какие корнеплоды знаешь? какие корнеплоды знаешь, Слава? начинается рубрика «Аптека Славы Ботсмана» Вячеслав, какие вы знаете корнеплоды хорошие такие бодрые свеклы свеклы да не, которые вставляют а вставляют корнеплоды, не знаю где-то такие корнеплоды может и есть, не знаю в нашей, так сказать, полосяне не произрастают а слышал эту, петрушку почему-то запретить сажать а что с петрушкой? не знаю, типа там, я почитал, в зелени содержатся эфирные масла какие-то там сходные с наркотическими ну и сколько ж этой петрушки сажать? не знаю вагон петрушки вмял вставил 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 и пошел за нее еще штраф пять тысяч за то, что вагон петрушки вмял на народе да что за бред такой бред, ты сходи, возьми и почитай а как ее покупают в магазине не продают тогда в магазин у нас спрашивают наркотиками торгуют какой бред там не самой петрушки, а в этом в корне в корне не самой петрушки я всегда говорил в корнях вся сила в корнях вся сила там не это не сама зелья да понял а еще говорят это была такая книжка энциклопедия анархиста там говорят это банановую кожуру надо варить у нас один тип варил банановую кожуру там короче как я что считал банан съел и ножом вот эта вот белая вот эта хрень в литературе человека пять твердая и ощущаешь, сушишь, а потом забиваешь и куришь а он там вот эту херню пил не вставлял я насчет курить знаю насчет пить не знаю а что там еще в этой книжке было ой да там много всякого такого я даже не запоминал потому что знаю что бред какой-то там там не было этого как там книжка была еще сломать блатного жаргона и там типа накол татуировки и всякие значки которые обозначают там вот такая вот картинка была ну там картинки там что знаки там обозначает там такой тип такой и лицо у него такое хитрое-хитрое показывает вот так и написано такое предлагает покурить аношу другой там чувак был нарисован показывает вот так смотри сюда так и показывает там типа предупреждает рядом менты ну и там всякие подобные ну блин ну цирк ну согласись же блин ну конечно не знаю этим делом занимаются те кому делать заняться нечем понимаешь им заняться нечем и они вот это вот бред вот этот он ни разу даже не пробовав наркотики люди пишут о таком что-то там прямо пиздец ты сам попробуй то расскажи че ты блин пишешь книжки да ты тут гад безосновательно безосновательно а как да блин и 99% вот шашлык уже какой стал золотистого цвета врачей наркологов тоже ни хера не знаю всем мясо пацаны всем мясо золотистый шашлык ну многие же говорят а посмотрите какой у нас золотистый шашлык вот золотистый шашлык вот он слава Иисус воскрес боитесь давай бле пошел а литре а делья аOle кушайте яйца на Пасху ну и вот наконец то этот долгожданный момент ищи куда это не надо а то прожьё разворачиваем вау так фольга и того смотрите фантастика даст из фантастиш тихо 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 родной опа о а запах фотографию немедленного просто восхитительно вышло пацаны до сочные слова не весь кадр не за твоя спина там никому не нужна разворачиваем о там что-то вообще как эта херня называется там у американцев бриски близки близко на костре тут что-то тут она пригорела там вся горячая вот она настоящий вот это тихо 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 вот эта вещь вот это я понимаю и шпик вот тот замечательный а хрень а вот и будет конечно среди тарелочку ложится но вообще просто бомба да вообще жесть для вот хорошо чтобы я того чувака посмотрел которого случил так вот делать вот у нас тихо 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 на нас развалилась у нас благодаря ему все получилось вот такой вот вещь кучка опа крутяк ну что ребята с пасхой вас начинайте жрать пожалуйста ребята ходите весной в лес это очень круто тем более на пасху хоть сейчас уже и темно но все равно дождя нет и вообще погода восстановилась завтра будет солнце